Приветствую всех на своём канале. Друзья, у меня продолжение банкета. Это моя многострадальная кухня. Тут сколотили мне для жизни вот этот столик. Он будет сейчас выноситься. Вот здесь был самодельный разделочный стол. Ну, здесь, конечно, грязь. Прошу не обращать внимания. Сами понимаете, ремонт. Вот. Линолеум был хороший, но теперь уже такой выработал весь свой срок. Видите, вот здесь вот видно под линолеумом ДВП. Оно уже сломалось и облеглось. Сейчас будем убирать линолеум, будем убирать ДВП. Посмотрим, что там внизу с досками. Предварительно, наверное, на старые полы будем ложить подложку, которая немножко скрадёт всё. На подложку будем ложить фанеру. А на фанеру потом уже линолеум. Тоже выберу какое-нибудь неплохого качества. Ну, посмотрим. Это я вам ещё покажу. Пока, конечно, тут всё кругом ужасный ужас. Вот здесь стоит ещё АОГВ. Она не очень старая. Ну, в общем, вот здесь мои помощники, мои строители предложили вот этот ржавевший лист заменить, вытащить его из-под АГВ. Я говорю, немножко монтажкой приподнимем и вытащим этот лист. И предлагают заменить мне его листом нержавейки. Не знаю, что у нас получится из этого. Это всё наследство от прежних хозяев. И я, конечно, хочу уже лучшей жизни для себя и для своей кухни. Так, пока я отключаюсь, жду работников. Как видите, здесь ложится сначала подложка. Здесь, вокруг АГВ, у меня специальный лист. Долго искали. Город маленький. Долго искали. Ну, вроде бы нашли. Сейчас покажу, сколько это стоит. А это подложка. Она тоненькая. Степлеры. И вот эти ужасные полы понемножку покрываются. Два листа уже лежит. Они там пилят ещё один. Ну, в общем, дело двигается. Смотрим на промежуточный этап с моими многострадальными полами. Подложка лежит. На ней лежит фанера. Это моя санса, мой подкидыш. Растёт подкидыш. В общем, ещё, наверное, будем что-то думать. Может быть, рубаночком пройдёмся. Потому что вот перепад всё равно есть. Они предварительно закрепили листы. Но вот я пару дней похожу по ним. И, наверное, немножко рубаночком ещё подровняем. Я не великий специалист. Но, как я поняла, важно, смотрите, соблюсти, вот, чтобы было смещение швов между листами фанеры. Здесь, как видите, он Т-образный получился, вот этот весь стык. Это, как ложить и кирпич, и, наверное, многие листовые материалы. Видите, здесь есть смещение. Вот один лист лежит, смещается, и другой лист лежит. Как я поняла, это действительно важно. Работ ещё много предстоит. Повторяюсь, ещё нужен венолеум. Его ещё выбрать надо. Здесь, под АОГВ, вот этот лист подложен. Долго мы думали, что же положить. Пробовали сюда плитку подсунуть, просто половую плитку, но она отреснула, не получилось ничего. Может быть, руки не так заточены, не знаю. И вот этот край мы ещё будем обрабатывать. Здесь работы ещё не закончены. И этот лист мы нашли. Называется он вот так вот. Зеркальная нержавейка, экран защитный. Это его стоимость. Ну, пришлось пойти на такие расходы. Что же сделаешь? Ну, зато здесь можно даже краситься. Очень интересный эффект получился от этого зеркального листа. И знаете, как будто вот так даже яма там. Котёнку очень интересно. Кошка первый раз, когда пришла на новый пол, была в шоке и ходила даже жалобно мяукала. Ну, кот, мужчина серьёзный. Он это перенёс совершенно спокойно. И котёнок перенёс это тоже совершенно спокойно. Всем всего доброго. Надеюсь, вы меня придёте ещё поддержать, когда я буду выбирать линолеум. Ну, наверное, выберу-то я его без вас. А вот стелить уже буду с вами. До следующей встречи. С вами была Марина. Спасибо.